Запорожским предпринимателям, торгующим мясом на крытом рынке, не дают нормально работать. Торгующие уверяют, представители лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы нарушают все правила и нормы обследования мяса. 9.20 утра. Многие мясные прилавки до сих пор пусты. Зато в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы работа кипит. При виде журналистов двери помещения автоматически закрываются. Предприниматели говорят, после того, как 8 месяцев назад назначили нового руководителя лаборатории, им стали ставить палки в колеса. На протяжении 8 месяцев мы наблюдаем такую картину, что образцы мяса срезаются не по 400 грамм, а 2-7 килограмм стуж. Из-за чего колхозники не хотят возить сюда мясо, потому что свои деньги они не возвращают. Мы пришли с претензиями лаборатории, и они нам угрожают УБЭПом, они нам угрожают налоговой. Один из тех, кто ежедневно преодолевает десятки километров в надежде хоть что-то заработать, частный предприниматель из Михайловки Леонид Сидоренко. С проверкой тяжело. Я в 2 часа дома встал, покачал за это и ехал. В 3 часа я здесь был. Зашел в полдевятого. Но это неправильно. У меня нет ни дореза, ни довоза нет. У меня просто своя продукция. Стоят выращивание. Махинации в лаборатории подтверждают и сотрудники КП «Запорож рынок». Сладние двери, где заносится мясо, они в пакетах выносят и в машину загружают пакеты. В начале 3-го, около 3-х часов дня. Когда никого уже нет? Никого не в машину загружают. Вот я прохожу, смотрю, в черные ванны загружают. Врачи приехали, проверка была. Они закрыли, не пустили, сказали, ключей нема. Врачи все уехали, только с инстанции их не шок. И они открыли, быстро начали выносить. Не только у врачей, но и у простых предпринимателей доступа к лаборатории нет. Все проходят за закрытыми дверями и окнами. Хотя до этого лаборатория работала открыто. КП «Запорож рынок» поставил здесь видеокамеру. Буквально в декабре, по-моему, в октябре месяц. И снимают эту видеокамеру, якобы, как проверить, милиция забирает. До сих пор эту видеокамеру не отдали. Кроме этого, с появлением нового руководства в лаборатории с торгующих стали взимать дополнительные платежи. По их приказу, значит, каждый мясник, который имеет вот такие, посмотрите, ларьки, должен им платить на следующий день, там, у них такса, значит, 25-100 гривен за тушу, смотря на сколько кусков она, значит, разрубана. Я разговаривал с Дойновым, с областным начальником. Вроде конфликт увеличился, мы стали обрезать. Ну, буквально на следующий день они запретили справки на крытый рынок давать справки. Приезжает заботчик, например, тот же Горобец или Сидоров, приехали мясо. Ему говорят, врач, говорит, я не могу, всю жизнь, 25 лет выписал справки. Я говорю, сейчас не могу. Поступила команда, не выдавайте справки. Попасть в лабораторию у предпринимателей получилось только сегодня. И то в сопровождении журналистов и руководителя рынка. Сегодня же проверять их действия приехали и из городской лечебницы ветеринарной медицины. О нездоровой ситуации в лаборатории узнали из прессы. Но ни на один вопрос представители комиссии ответить так и не смогли. Говорят, для того, чтобы разобраться, им нужна неделя. Вы с вот этим документом знакомы? Доставайте вас бумажки. Доставайте. Вознакомьтесь. Этот гуляет официально 3 месяца. На основании этой бумажки получали, я не знаю, сколько тысяч смесников в день. Ответов на вопросы предпринимателей нет и у руководства лаборатории. Говорят, мы уже не подчастны к этому. Мы тут обранили, да, это право. Не будете говорить? У меня есть начальство. Пожалуйста, все вопросы к вам начальству. У нас есть 833-й наказ, согласно которому мы работаем. Все у нас висит при входе. Пожалуйста, можете с этим ознакомиться. Тем временем рыночники боятся за свои жизни. В феврале одного предпринимателя сильно избили. Вследствие полученных травм мужчина скончался до приезда медиков. Люди считают, все из-за того, что он активно отстаивал свои интересы. Ирина Погорена, Сергей Чалый, ТВ5. Погорена, Сергей Чалый, ТВ5. Продолжение следует...